Музыка Пришла весна и мы расконсервировали наш объект и продолжили второй этап строительства. Второй этап строительства это строительство коробки, это кладка блоков, перекрытие и кровля. Мы планируем выполнить за два месяца. После расконсервации стройки, после того, как мы сняли тент, мы увидели, что бетон набрал марочную прочность. Мы расчистили прилегающую территорию от снега и начали кладку. На данном объекте был выбран блок толщиной 300 мм в плотности 500 кг в кубическом метре, потому что планируется строить дом в два этажа, плюс планируется утеплять это здание. Данный выбор блока абсолютно оптимален для данного варианта, поскольку позволяет бескаркасно построить этот дом и утеплить его оптимальным образом. Очень важно заложить первый ряд, потому что первый ряд является основанием несущих стен. Как мы заложим качественно первый ряд, так дальше и пойдет качественное строительство несущих стен нашего дома. Для того, чтобы монтировать первый ряд блоков, необходимо сделать подготовительные работы. Первым делом укладываем по периметру рулонную гидроизоляцию. Но гидроизоляция, как и при любом строительстве, необходима для того, чтобы влага, которая находится в земле, не попадала на несущие стены. Поэтому в любой технологии обязательно делается гидроизоляция между несущей стеной и фундаментом. В данном случае технология не исключение. Первоочередной задачей является установка разметки, натягиваются шнурки для кладки первого ряда. Для этого необходимо забить коле по углам фундамента и натянуть шнурку. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы нам выставить размеры в соответствии с проектом, который у нас уже есть. Необходимо проверить стороны, то есть противоположные стороны должны быть равны и параллельны. И необходимо померить диагонали. То есть диагонали должны быть идеально ровны. Обноска делается для того, что мы с вами сейчас воссоздаем контур нашего здания. Потому что нам надо создать прямоугольные стены. То есть нам надо четко выставить вот эти прямые углы. Для этого сначала делается обноска в виде вот этих вот шнурков, когда мы создаем видимый контур здания. И потом уже по нему, как по шаблону, выставляем наши угловые камни и первый ряд. Это будущие наши стены. В основном люди допускают ошибки. То, что не делают обноску фундамента. И устанавливают блоки и начинают потом мерить это все, промерять. Из-за этого сбиваются отметки блоков, которые мы устанавливаем. Также люди допускают ошибки, когда располагают палеты с блоками на фундаменте. И в дальнейшем они мешают промерить диагонали. После того, как сделали гидроизоляцию и обноску здания, необходимо начать укладывать угловые блоки. Но перед этим нужно с помощью нивелира или водного уровня прострелять фундамент на перепад высот. Перепад не должен составлять более 3 см. Если перепад высот составляет более 3 см, выравниваем с помощью бетона. Очень важно заложить угловые блоки в одном уровне, с точностью до миллиметра. Если этого не соблюсти и заложить с разными перепадами, в пределах 2-3 мм, и оставить, и делать дальше первый ряд, то в дальнейшем все ряды будут гулять. Будут сложности в монтаже. Поскольку была выбрана технология возведения стены с газобетона, то газобетон имеет высокую геометрическую точность изготовления. Точность изготовления блоков плюс-минус 1-2 мм. Поскольку точность изготовления фундамента не такая высокая, это сантиметры, то нам надо сдружить точный блок с неточным основанием. Для этого и нужен первый слой в виде цементно-песчаного раствора, который будет нивелировать неровности основания фундамента и выставлять наш блок в горизонте. Поэтому сначала определяются точки, нижняя и верхняя точка перепада фундаментов, выставляются маяки, и потом с помощью нивелира выставляются угловые камни. И после того, как будут выставлены угловые камни, между этими камнями начинается заполнение первого ряда. После того, как мы простреляли фундамент на перепады, мы приняли среднюю отметку. И сейчас мы выставляем угловые блоки по этой отметке. Для этого мы используем киянку и уровень длиной 60-80 сантиметров. Для того, чтобы выставить блоки по уровню, можно использовать различные инструменты, такие как водный уровень, оптический нивелир и лазерный нивелир, как в нашем случае. Дальше мы дадим им засохнуть, чтобы они затвердили, чтобы можно было при дальнейшей установке блоков их не сдвинуть. После того, как засохнут углы, мы между этими углами начнем заполнение первого ряда, точно так же на цементно-песчаный раствор. В итоге у нас с вами получится первый ряд, у которого верх будет абсолютно в горизонте, а низ будет нивелирован цементно-песчаным раствором. И этот первый ряд будет приклеен с помощью цементно-песчаного раствора к основанию. Главые блоки на цементно-песчаном растворе должны высохнуть сутки за счет того, что толщина цементно-песчаного раствора допускается до 5 сантиметров. Это не толщина клеевого шва. Толщина клеевого шва от 1 до 3 миллиметров. То есть это значительно меньше. Поэтому цементно-песчаному раствору нужны сутки для высыхания. Поскольку сейчас погодные условия не идеальны и возможно появление дождя, то, конечно же, для того, чтобы высыхание первого слоя происходило быстрее, после монтажа желательно эту укладку в таких погодных условиях накрыть полиэтиленом. После того, как блоки постояли на сутки, угловые блоки, набрали свою прочность, далее мы можем продолжать укладывать блоки первого ряда. Для этого мы натягиваем шнурку поверх угловых блоков. Смазываем вертикальный шов клеем с помощью специальной кельмы. Так как сейчас нестабильная температура, кладку не рекомендуется вести при температуре окружающей среды ниже, чем минус 10 градусов. Но в весеннее время это редко, когда случается такая температура, поэтому кладка ведется беспрерывно. Единственное, что при дожде мы кладку будем восстанавливать. Вертикальные швы на первом ряду будут промазываться специальным клеем для газобетона. И последующая укладка блоков будет осуществляться на клеевой состав. В данном случае клей нужен только для приклеивания газобетона. И вот как раз вертикальные части будут у нас приклеиваться. А цементно-песчаный раствор нужен для выравнивания газобетона. И он используется только на первом ряду. Дальше нам выравнивать кладку не надо, потому что блок имеет очень высокие точностные характеристики. И поэтому блок надо просто склеивать. И поэтому мы будем использовать дальше просто клей. После того, как мы выставили первый ряд блоков, ему надо засохнуть. Поскольку цементно-песчаный раствор сохнет гораздо дольше, чем клей по газобетону. Поэтому нужно выждать сутки. И только через сутки начать установку последующих рядов. Очень важно строить, исходя из полной проектной документации. В данном случае у нас блок сдвинут немножко с фундаментом внутрь. По одной простой причине. Потому что в данном конкретном случае мы используем будем утепление стены. Мы оставили это место для монтажа утеплителя. В каждом конкретном случае надо смотреть, как монтировать первый ряд блоков. Его можно монтировать со свесом с фундамента, заподлицо с фундамента. Или с какой-то полкой для конкретной отделки. В каждом конкретном случае это будет определяться именно типом отделки. Закладка несущих перегородок осуществляется вместе с закладкой несущих стен. Это тоже осуществляется на первом ряду. А ненесущие перегородки можно монтировать уже после того, как все несущие стены будут возведены. После укладки первого ряда пойдут последующие ряды укладки газобетона, которые будут укладываться на клей. Перемычки сборные, они готовы из газобетона. Арма ПСА в данном проекте выполняется в специализированных У-блоках. Это несъемная опалубка, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Смотрите новые видеоролики проекта «Дом за год» каждую неделю и принимайте участие в конкурсе. Продолжение следует...